Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. И сегодня я снимаю это видео в честь того, что сегодня общероссийский выпускной бал. Праздник для тысяч и тысяч выпускников 2016 года. Конечно, окончание школы, получение первого в жизни документа, такого значимого, будем так говорить, поскольку этот аттестат среднего образования, или как раньше его называли, аттестат зрелости, даже так, как будто бы получил этот аттестат, и ты уже зрел весь из себя. Конечно, это событие знаковое, хотя, в принципе, достаточно условное, но это как бы итог достаточно длительного промежутка нашей жизни, каждого из нас. Это начиная с самых детских малых лет и до отрочества, достаточно уже взрослые люди, как бы так. В это время ты получаешь не только знания, само собой, но и важные жизненные принципы, это база для того, кем ты стал, кем ты будешь в дальнейшем. То есть, вот все эти основы закладываются, и, конечно, это праздник, можно даже сказать, со слезами на глазах, потому что это всегда трогает, это умиляет, восторгает, радует. И поэтому, конечно, жаль достаточно большому количеству, видимо, выпускников, жаль расставаться со школой. Все-таки это привычный уклад, привычный образ жизни в течение, так сказать, стольких лет, очень большого промежутка времени и важного. Это друзья, это, может, даже любимые учителя, у меня таковых коктейлей не случилось в свое время, вот, да и особых друзей не приобрела. Потому что, видимо, должен быть какой-то классный руководитель от Бога, учитель, который бы сплотил, который бы направил, сдружил. И вот эта дружба, она потом остается на все оставшиеся годы, потому что я искренне верю в то, что настоящая дружба, она зарождается только вот тогда, в эти школьные самые годы. Дальше уже, когда ты заслежишь, уже совсем не то, то есть, если нет таких основ. Вот, и поэтому тогда, потом, сейчас, разная форма принимает вот этот праздник. Правда, в мое время я закончила школу в 70-м году, было и теперь уже остается, видимо, это встреча, в конце концов, после получения аттестатов, встреча, рассвет, так сказать, солнце, это осталось, это было, вот, такие дела. Ну, а по форме, конечно, время другое, времена всегда разные, и они, понятное дело, влияют и на проведение, и на восприятие всех вот этого события. Помнится, в 70-м году, понятное дело, всеобщий дефицит, всего и вся, ни еды, ни каких-то товаров, в достаточном количестве их не было. И поэтому, так сказать, у нас вот в пятой школе, в небольшом сибирском городке, неподалеку, в Минусинске, в спортзал, он одновременно яхтовый, как бы, использовал, скамейки расставляли, там небольшой помостик делали. Поэтому в этом спортзале вручали аттестаты всем. Мы еще одеты, так сказать, по форме, тогда форму носили, естественно. Ну, а потом, уже позднее, в этом же спортзале, силами родительского комитета, он сейчас есть, тогда играл большую роль в организации жизни школы, накрывались столы для выпускников, так сказать, обыкновенно дощатые. Тут уж родительский комитет все расстраивается, найдет, так сказать, через задний переход, как у Райкина, какие-то более-менее приемлемые продукты. В основном это все готовилось дома, какие-то салаты, блюда, немного совсем, тортики или пирожные, напитки газированные только. Только в те времена, понятное дело, не приветствовало, да как-то и не принято было употреблять спиртное, даже шампанское. Ну вот. Ну а потом, а потом танцы, соответственно, это уже при параде. И, конечно, в те времена все были одеты достаточно скромно, поскольку, как я сказала, добыть ничего нельзя было. Но, тем не менее, старались как-то принарядиться. Я вот за свою жизнь помню вот это вот упускное платье, это единственный свой одет, который я помню во всех деталях. Я уж не знаю, какими судьбами, мама моя, сама партниха, она по верхней одежде была, всю жизнь работала, но добыла английскую шерсть, настоящая английская шерсть, тяжелая такая, изумрудного цвета, с рисунком, таким выбитым. Очень хороший материал был такой. Фасон достаточно простой, воротничок, стоечка, здесь рукава длинные, разрезики, и все это приталено, все эти строчки. И белый пляшиной воротничок. И так это было нарядно, настолько оно сидело хорошо. Естественно, я полюбил его всей душой. И буквально носил, наверное, еще лет 10. Оно, так сказать, как бы по своей форме, и в пир, и в мир, и в добрые люди, куда угодно. Вот. Ну, а потом танцы, и, естественно, пошли встречать рассвет. Пошли по Минусинску от школы, пешком, естественно, в те времена машин-то практически не было личных. И изредка, и изредка, иначе никто не разъезжал. Поэтому через весь город, через мост протоки реки Енисеи, и дальше по асфальту, в сторону Абакана, по тракту. Вот мы в оконцовке потом и босиком пошли, поскольку расстояние достаточно большое. Хоть небольшой, но тем не менее, обувь новая, тесноватая, неразношная. Поэтому шли, ну, километров, наверное, 10-15. Вот так вот. Орали песни. Тогда, конечно, о зарубежных и слыхом не слыхивали. Кстати, партия наша ограждала керетворное влияние Запада. И поэтому, те, не Москва, это там какие-то пиратские что-то было, какие-то пленки, какие-то пластинки и так далее. В нашей сибирской глуши, отродясь, такого не было. Вот. И вот так. В третий день рассвет, а потом, вот уже утром привел. Вот так выпускной. Было ли мне жаль, к примеру, прощаться? Ну, да. Тоже и слезы на глазах, да, получала аттестаты и как бы что-то. Ну, вот я говорю, что не приобрела каких-то задушевных друзей на всю оставшуюся жизнь. В учителей, не припомню, таких, чтобы оставили бы благочайший след в моей душе и как-то повлияли бы на меня самую, на мои жизненные принципы и так далее и тому подобное. И, понятное дело, что потом, вот уже когда выпускалась моя дочь, спустя ровно 30 лет, в 2000 году, то все, конечно, было не так. Для меня это, опять же, конечно, было волнительно, поскольку это мой детеныш. Поэтому, значит, вручили в школе по тихой грусти, кстати, аттестаты, вернулись домой. Ну, и потом шествование. Вот тогда ввели в обычай, неподалеко от 2000-х годов. Так сказать, шествование выпускников. Все собираются у Вечного огня в Парке Победы. А потом строим, так сказать, колонны, движение перекрывает, и все двигаются на стадион тогда Саяны. Там рассаживается, и какой-то концерт, что-то, чего-то как-то. Вот так праздник организовывался, салют в фейерверке. Вот так, значит, руководство города постановило организовать вот такой праздник. Ну, все это достаточно хлопотно. Это физически просто неприносимо. Жара, невероятная жара. Я на машине подвезла дочь неподалеку от парка, где-то машину поставили. Им пришлось на салцепёке стоять, наверное, часа полтора, а то и все два. Они просто изнемогали. Там на каблуках, в платьях уже вечерних, нарядных, это причёсанные, все из себя красавцы. Вот, уже, так сказать, чуть ли не солнечный удар из них хватил, изнемогали. Уже хоть я и подбегала, и водичку немножко попить и так далее. А потом шествие тоже достаточно длительное, медленно, и всё это для ног далеко не полезно. Когда до стадиона, значит, добрались, расселись, потом праздник, и вот когда закончилось это мероприятие, вечером ресторан, в моё то время какие-то рестораны, у нас один Минусинский был, то никому бы в голову не пришлось устраивать подобного рода мероприятие там. Вот, и уже, так сказать, машина хоть и близко к стадиону, но всё равно далековато, я не знаю, уже слезами на глазах, это всё равно русалочка, так сказать, ножи вместо ног, боль невероятная. Довезла до дома, кое-как, значит, водрузила диван, тут мы уже начали. Ванночки, примочки всякие, зеленые такие, сякие, чтобы хотя бы прийти более-менее к вечеру для ресторана, для танцев и так далее и тому подобное. Ну и понятное дело, что весь этот праздник, все эти танцы в ресторане, всё это, так сказать, нормально, всё это в меру, уже с шампанским в это время, но потом не пешком, а только в автобусе, конечно. Конечно, все погрузились к утру, где-то после трёх часов, и повезли их на город, так сказать, на самохвал, встречать этот саморазвит. Вот таковы, так сказать, праздники. Тогда, сейчас, в 2000-е годы и так далее. Вот, тем не менее, вот, как бы, вот этот отрезок жизни, это как в фигурном катании, так сказать, от катали обязательную программу, ну а теперь, а теперь произвольная, и теперь ты уже будешь строить свою жизнь, то есть ты будешь нести ответственность за свои поступки, за свои намерения, за отношения с другими людьми. Начинается абсолютно новая жизнь. Это, конечно, страшно, боязно, вот, как это всё будет, придётся покинуть родной кровь, может быть, переехать куда-то, другая среда, абсолютно иные отношения, ну, всё иное. То есть ты, как бы, теряешь себя, ты от себя загоняешь то прошлое, к чему ты привык, к чему ты жил, туда. Да, и готовишься вот к новой жизни. Поэтому я всех выпускников поздравляю с окончанием этого замечательного, значимого этапа в своей жизни и желаю всяческих успехов в дальнейшей жизни. А главное, конечно, это найти себя, найти себя, найти своё предназначение. Это очень важно, это мало кому удаётся вот так осознать, кто ты, где ты, чего ты хочешь на самом деле, что ты тебе даст и так далее и тому подобное. А потому всех благ, успехов во всех ваших начинаниях, дорогие выпускники, и до свидания.